Профессийные конькобежцы в Солигорске. Шахтерская столица стала местом проведения летних сборов для представников этого вида спорта. Штодионные шмотгодинные тренировки и занятки. Спортсмены выбрали минавито наш город неспроста. Уся справа у роллертреку с обновленным сучасным покрытием. По словам головного тренера национальной сборной, сегодня покрытие такой якости есть только в Солигорске, что делает наш город привабным для спортсменов и потенциально успеховым на спортивной сусветной арене, особенно в конькобежном спорте. Не все страны на мировой арене, которые достигают успеха в олимпийских видах спорта, в конькобежном примере, имеют конькобежный стадион. Мы же, белорусы, имеем конькобежный стадион, но не имели до сих пор этих роллертреков. Сейчас в Солигорске он первый. Ну, в принципе, такую информацию людям объясняют, потому что много негатива. Но то, что меня радует, что буквально с декабря месяца начали в зимний период кататься в залах для физкультуры, в фоках, детишки. И сейчас в мае месяце был здесь Солигорске. Поражался количество занимающихся. Каждый час 20-25 человек, детишек, топает разного возраста, уровня катания, по разным группам разделенные. По мне, так это довольно-таки популярно, потому что в разных городах Беларуси, когда мы проводили соревнования на роликах, с Солигорска уже доминирующее количество человек, уже на детских соревнованиях. Солигорск стал, скажем так, одним из таких центров, где наравне с Могилевым, Витебском, где у нас традиционно развивался кинкобежный спорт. Здесь это будет сейчас довольно-таки много детишек, с которых можно классную селекцию проводить и дальше всем лучшим талантам предлагать более лучшие условия. А кроме тренировок, которые сегодня занята национальная сборная, роллер-трек уже полюбился жихарам города, как место активного отпочинка и проведения вольного часа. А уже совсем худка локации на Набережной станет еще и местом проведения международных споборництвов. Тот календарь соревнований, который существует, он сейчас направлен сюда больше в Солигорск. Это и внутренние соревнования, чемпионаты различные города Минской области до международных соревнований, первое международное соревнование 10-11 июля состоится здесь. И хотелось бы, пользуясь случаем, пригласить всех солигорчан на международное соревнование, потому что изначально было значительно большое количество европейцев, потому что на сайте Международной Федерации разместили, не отменили, разместили, подтвердили, что сертифицированная трека. Поэтому будет из Востока, с восточных стран, Дальнего Востока, приличное количество спортсменов. Не знаю, как европейцы долетят, не долетят, но, по крайней мере, это первый международный старт, и это радует.